Всем привет, котята! Меня зовут Лана, и мы пришли сегодня делать скин из Дэнди. Скин креветки. Ёжа, ты уже готов? Вау! Ух ты! Нормально. Интересно его прислонено. Прикольно. Он имеет прическа. Мне, кстати, классно выглядит очень. Она будто бы 2D-шная. Ну, покупай, будешь так ходить. Нет, ты чё? Он у тебя котик-единорожек. Он не мечник, так называемый, должен покупать. Который любит это аниме. А он вместе с отчётчиком? А, всё, понятно. Да что рассказывай, самого лучшего персонажа будем делать в Дэнди. Ура, наконец-то. Самого крутого, самого сильного, самого классного, которого все хотят получить. И мастерство на нём, конечно же, тоже. Это... Это уж планирую. Переточка. Короче, я почему вас с собой взяла? Потому что, во-первых, мне скучно почему-то сегодня сама делать скины. Ну, типа, чтобы вы мне как-то помогли. А, во-вторых, будете мне советовать. Потому что, в принципе, скин несложный. Но есть очень много нюансов, которые нужно учитывать. Поэтому давайте начнём с обычного тела. И сейчас будем что-нибудь... Я фанат. Что? Где? Фанат, посмотри на меня. Слушай, а купи тебе идёт и прям сюда. Вот это как будто у тебя женщина-креветка на футболке. Посмотри. Ужас какой. Нет, спасибо. Да классно же. Нет, спасибо. Женщина-креветка. Сейчас я фанат. Много супергероя. О, вот это круто, смотри. Обалдеть. А что не так? Это очень странно. Ух ты. У неё, правда, один глаз из-за клюва немного странноватый. Слушай, а сними... Ух ты, смотри. Немножко похоже на муравьеда. Ладно. Классная штука, обвозочка такая красивая. Ну, вообще, мы должны делать, ну, не креветок, а именно шримпл. И знаете, почему я решила начать с креветки? Потому что, ну, самый базовый персонаж, самая вообще база просто. А во-вторых, потому что у создателей предметов официальных из мира Дэнди не все головы есть. Вот, допустим, мы сейчас зайдём в аксессуары и будем среди них искать, например, ну, назовите кого-нибудь. Из мира Дэнди. Астра. Отлично. Ищем Астра. И вот, смотрите, есть его голова. Но создатель этой головы, как у тебя везутик и наггет с UGC. Так нельзя? Ага. Конечно. И вот есть губ. И губ тоже какой-то, да, вот губ. А вот есть Дэнди. Да вы что? Ну, дайте мне, ну, настоящих, а? Нет? Эээ. Вот ви. Наконец-то! Они называются Blush Crunch Studio. Если вы заходили, вы видели, что там у них группа такая. И от Астра у них есть только шапочка в аксессуарах. Но если взять все аксессуары, то у них, в принципе, есть, что выбрать. Ну, не то, чтобы много есть цветочки от Дэнди. Голова Куба. Голова Шелли. Голова Ви. Микрофон Ви. Усики, кстати, флаттера. И голова креветки. Ту-ру-ру. О, господи, Ульяна, голова креветки, вот это ладно, у тебя лучше. Да, это еще анимированные. Я, кажется, ее даже покупала, по-моему. А на меня, на меня посмотреть. Неплохо. Лицо креветки, лицо креветки буквально. Да, можно сделать вау. Ого, ты что такое придумал? Свою голову креветки. Ну, просто волосы подобрать какие-то прикольные. Ну да, или просто себе голову креветки добавить и так играть. Вы что, одинаковые? Так получилось. Я буду брать только официальную голову креветки. Не говорю только официальные все предметы, потому что их не будет всех. Тут, ну, смотрите, что есть. Есть вот такой вот маленький. Это я его куплю. Какая хорошая. Я просто куплю, потому что хочу купить. Все, 60 роботов, у меня будет наплечный пибл. Хабака. Хабака. Мне тут торжественно сказали, что я... Спасибо, в общем, за покупку. Так, ну ладно, купили пибла, пусть будет. Так вот, голова креветки есть. Дальше сложно. Нужно тело какое-то, которое будет похоже на тела персонажей в мире Дэнди. И тут надо вот что-то придумать. Наверное, сейчас надо закрыть вот этот вот ваш кранч студио и пойти куда-нибудь в персонажей. И вот тут уже кого-то... О, есть чихуахуа. Похоже на креветку? Ну... Так. Ну, нет. Как же? По характеру очень похоже. А, по характеру. По-моему, это прям олицетворяет. Как она ходит? А, нормально ходит. Ну ладно. Ладно, так уж и быть. Вернемся назад. И давайте смотреть другие тела. Кстати, вот тело глупенького котика. Но оно слишком какое-то широкое. Я, короче, думаю, что здесь нужен плюшек. Потому что это должно быть мини-тело. Вы согласны? Что-то такое небольшое. Ну да. Есть мини-какой-то котик. Кто это котик? А ну-ка, давайте я это примерю. Ну, ножки не такие. И он какой-то сильно маленький. Да, согласитесь? Это очень маленькая креветка. О, Лен, интересно у тебя креветка. Я пока просто смотрю, выбираю. О, вот этот мне очень нравился. Так, давайте попробуем его. Лапки. Кстати, лапки тут чуть другие. А ну-ка, туловище. Туловище практически такое же. А ножки? Ножки получше. Но нужно поиграться с пропорциями. Сейчас я перейду и сделаю вот так вот. Вот так вот. Так вот. И, наверное, вот так вот. Ну что, похоже немножко на креветку? Ну, есть что-то. Смотри, а можешь на меня внимание обратить? Смотри. Я сделал креветку, но она человек. Как тебе? Ну, похоже. Ты посмотри. Чернила. А волосы? Ест креветку. Волосы – это как вот у вас хвостик, очевидно. Ну, и лицо. Так ты креветка по жизни. Что ты что такое? Извини, извини, извини. Ну, лицо такое в жизни, да. Часто такое хожу, честно говоря. А почему такое одежда? Она типа такая очень официальная креветка? Ну, наверное. Наверное. Я просто не помню цветовую гамму. Я хотел, что розовенькое цепануть, но розовенькое слишком розовое. О, Ульяна. Да я, ну что, ну я просто выбираю. Сейчас я попробую одежду найти. Вот, кажется, креветчья одежда. А ну-ка. А, ну так я примерно угадал. Неплохо. Такая? Ну она как-то… Неплохо? Хотя, блин, мне нравится какой персонаж получился маленький, посмотрите. Ну да, такой. О, Ульяна тоже тела выбирает. Слушай, ну неплохо. Но мне кажется, что у меня ножки, наверное, чуть другие нужны. Или что мне нужно? Что-то не так. Что-то не так. Кожу надо перекрасить в оранжевый, да? Хотя ее не видно нигде, но я все равно перекрашу. Вот такой. И, ребят, подождите. А это все? То есть это весь скин? Смотрите, что я нашла вот такую вот штучку. Ой. Прикольно. О, боже, какой он хороший. Привет ку жалко, правда. Да. Но она сильно злилась на машины, поэтому ее пустили на суши. О нет. Ну ладно, да, действительно жалко. Действительно снимаем. Мне кажется, немножко с ногами у меня не то. Надо что-то другое подобрать. Потому что как-то… Ну, во-первых, как-то слишком быстро сделан скин. Согласитесь? Ну, вообще, как-то да. Давайте тогда, ну, давайте тогда губы, что ли, сделаем еще. Я видела голову. Ну, давай. Потому что как-то, ну, будто бы большие нечего тут делать. Ну, я бы ноги, конечно, немножечко попробовала бы поменять. Может быть, вот сейчас среди персонажей, если попробовать. Тут есть креветки, о господи. Ладно. Если мини написать, то, может, тут будут какие-то другие ноги. Вот, может, вот такие ноги отсюда. Или тут такие же ноги. А ну-ка, дайте посмотреть. Точно такие же ноги. Подожди, а из одежды ничего не нужно? Или не наденется ничего? Это уже вроде одежда креветочная, нет? А, это... Вроде креветка так выглядит. Возможно, я что-то путаю. Надо посмотреть, кто-нибудь срочно посмотрите на креветку в интернете. Ну, на эту креветку. Креветка в интернете. И скажите, так она должна выглядеть или нет? Возможно, ноги надо другие немножечко. А, ну, кстати, так, да. Прямо так? Ноги оранжевенькие такие немножко. Ну, да. Ну, в целом... Нет, ну, все так. Вообще, в принципе, похожи. А форма нога? В целом, окей. Короче, мне кажется, надо найти 3D-шную одежду наверх. Чтобы у тебя вот это вот как это юбчонка или что это было. А, да? Ну, это юбка, что ли? Так у него же не юбка. Ну, не юбка. Там это такая просто длинная футболка как будто. Ну, да. Ну, давайте смотреть все красное. Тут очень много всего будет. Я могу ему надеть вот такую штуку, да? Вот такой... Не-е-е. Нет, надо именно... Жилетик. Потому что именно футболочка такая длинная, знаешь. Какая? Ну, ноги видно. Это сразу прям... Там полосочка у него должна быть, я помню. Да-да, полосочка должна быть. Я не смогу ремень такой найти для креветок специальный. Я могу попробовать юбку поискать или шорты, может быть, какие-то. Как вам красные шорты? Ой. Немного странновато. Выглядит подгузник. Да. Ну, блин. Такое такое. Такие вот надену. А если белые... Честно, лучше не стало особо. Не очень, наверное, да. О! А? А? А это что? О! Ну, типа... Ну, в этом что-то есть, но... Не жил. Я даже не знаю, что лучше, без этой штуки или с ней. По-моему, отлично. Это шорты, кстати. Вот это как-то голенько смотрится, нет? Да. Будто бы чего-то не хватает. Так, может, просто ноги надо поменять? Хотя так хорошо. Вот так, если не приглядываться, то вроде хорошо. Ну, вот так, но будто бы да. Так, надо посмотреть ноги еще. Я сейчас добавлю в избранные эти шорты. Потом я у себя нахожу в избранном настолько странные предметы, я просто захожу, а там что-то, и мне страшно становится. Как оно там оказалось? Оказывается, вот такими вот оно оказывается. Так. Надо найти персонажа. Тут точно были какие-то ноги у них, явно. Вот, может, вот эти, а ну-ка. О! А как вам такие ноги? Сейчас вторую надену. О! Лучше? Прикольно. Ну, вот теперь смущает та штука. Шорты. А если их убрать? Ну, будто бы получше. А давайте я поищу еще одну одежду, может быть, какую-то для шримпа, может быть, что-то получше. Ну, давай. Если честно, почему-то прям плохо. Какой-то выбор очень маленький. Никто не делает одежду для креветок, что ли? Ну, есть вот такая, но она особо не отличается. И что это вообще? Это не то. Мне, знаешь, мне кажется, что на эти 3D-шные ноги не налезет футболка, которая будет 3D-шная сверху. То есть, что бы ты там ни выбрала, она все равно будет... О! Где такой? Ну, как будто это какой-то Power Ranger, я не знаю, в скафандре каком-то, блин. Короче, не хватает, вот не хватает, чтобы эта футболка была поверх ног, а не внутри ног. А в целом все окей, прям хорошо. Ой, смотрите, я еще нашла. Это что за голубь? А, это... Это пингвин. Не голубь. Понимаешь, сам ты голубь. Это пингвин. Не ты. Ну, давайте поищем еще что-нибудь. Красное среди всей слоеной одежды. Так, ну, держитесь, могу платье надеть. Как вам креветка в платье? Ну, о-о-о. Слушай. Ну, нет. Ну, вот эта вот штучка спереди, которая вот пояс, не пояс, немножко отвлекает, мне кажется. А так никаких проблем, да? Ну, если не знаешь, что это платье, то никаких. Давайте вот такое, без пояса. Как вам? Не-е-е. Что, ну вот-вот-вот, она прогрузилась. Ужас какой. Ну, что? Ну, модный креветок. Ну, там вот какой-то декольте. Это не нужно. Здесь. Тут только такие. Вот есть какая-то, кстати, странная футболка. У меня она пока что... Ой, она упала куда-то. Да. Что-то с ней проблемки. Ну, нет и нет. Подумаешь. Может быть, юбку? Ой. Ну, слушай, мне кажется, мы вообще никогда этого не решим. Ну, мы же хотим сделать идеальный шейский скин, чтобы можно было вот прям надевать и идти в Роблокс. Конечно. У меня еще есть платье, тут без декольте. Может, вам понравится. О. Но пропадает весь акцент беветочный. Да. Слушайте, а у меня такой цвет? Ну, градиента тут нет. Цвет просто немножко другой. Но если я найду еще белый пояс поверх, попробовать? Ну, можно. Ну, можно, наверное. Наверное. Но мне кажется, ты фиг найдешь нужный. Но сейчас мы это узнаем. Не отрегулируешь, короче. Я сохранила этот платье. Да. К сожалению, тут и красный, и не красный. То есть, это как бы рыжий должен быть, да, у креветки? Ну, да, конечно. То есть, он не красный. Ладно, ладно, я попробую что-нибудь найти. А может быть, надо оранж искать? Значит, правда, апельсины какие-нибудь предложат? Блин, ну, оранжевый, он слишком немножко не того оттенка. Вот видите? Ну, да. Ну, да, слишком. Светлый будто бы, да. А как называется вот этот цвет? Что это за цвет? У него точно должно быть название. Это не красный и не оранжевый. Что это? Красно-оранжевый. Но, к сожалению, может быть... Морковный. О-о-о, кстати. Флейм. Нет, флейм, ну, с не то показывают. Но мне покажут морковь, я уверена. Нет, морковный, он как раз-таки оранжевый. Ну, если тут смотреть. И очень мало выбора. Вот такое предлагают. Надо? Кстати, очень идет. Но зато цвет, цвет-то на месте. Я же говорю. Да, неплохо будет. Цвет на месте. Слушайте, надо... И хвост. Вот вы хотели скины в мир Дэнди, ребят? Голосуйте, креветка-морковка. По-моему, это прекрасно. Слушайте, а мы же анимацию не выбрали. Как должна ходить креветка? Мне кажется... Как ешь, наверное, да? Знаете, ну, да, 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 да. Алло. Нет, ну, имеется в виду, что... Как ешь, наверное. Нет, ну, имеется в виду, что там просто корпус наклоняется, и ты просто ешь к цели своей, не видя препятствий. Вот так. Так, а ну-ка, сейчас посмотрим. Я, правда, все еще морковь. Можно, да, надеть? Это ничего. О, отлично ходит. Вот креветка так и должна ешь. Ну, ты, ну, ты, ну, тебя... Это твой тотемный персонаж из мира Дэнди, мне кажется. Все, я понял. Я мастерство получаю. Мне очень нравится эта креветка в костюме морковки. Ребят, вообще просто обалдеть. Вы не представляете, насколько сильно. Я считаю, что это вин. Надо писать разработчику, чтобы делал скин морковки для креветки. Ну, как же иначе. Мне кажется, что разработчик максимум будет цвет менять, да и все. Ну, там, может, какую-нибудь одежду... А заробоксы. Было бы здорово, конечно. Я вообще не против был бы. Я бы все скины купила. На самом деле, мне вот интересно, будет ли какая-то одежда добавлять, не знаю, там, звездочку какую-нибудь рандомную. Рандомную, ну, типа, знаешь, к бегу плюс. Ну, не знаю, мне кажется. В некоторых играх это так работает. Ну, мне кажется, не в этой игре. В этой игре нет выкупа заробоксы именно для того, чтобы не дисбалансить. То есть все, кто играют хорошо, играют хорошо. И никто, у кого есть деньги, не может это перебить, например, так. О, я на пояса уже ищу. Да что-то они какие-то квадратные, если честно, и не получается. А ты среди одежды смотришь, да? Среди аксессуаров. Да, может, сидеть одежды? Может, сидеть, а ну-ка. У меня есть пояс, но он не там, он высоковат. Но это странно, это тоже какой-то скин, но это скорее вечернее платье для креветки уже. Ну, тут тоже, да, с завязочками, да? О, еще надеялся куда-то не туда. А, блин, да. Не туда. Блин, зато, вот, кстати, длина хороша как будто. Платье? Да. Вот так и скажем, креветки идут в платье мини. Блин, ну чего-то нет пояса больше не вижу. Ну, тут типа они есть, но они очень как-то... Так, пояс ниндзя, ну-ка. А, ну-ка, да, посмотрим. Слушай, ну вроде что-то в этом есть, но он не должен быть завязан. Они торчат как-то странно. Ну, вообще, кстати, наверное, странно было бы какому-то разработчику делать пояс такой, как нам нужен для креветки. То есть зачем? Ты делаешь просто полосочку белую. Так что, в принципе, скорее всего, мы такого здесь ничего нужного не найдем. Но в целом, не знаю, по-моему, классный получился скин. Даже, наверное, снимем вот это платье. Пусть будет так. Немножко голая креветка. Кстати, мне больше нравится анимация, которую у Ульяны на... Кто облачко себе сделала? Когда Ульяна стоит... Ремень. Ой! Я просто хочу анимацию. Скажите мне, что тут у Ульяны. И не показывают мне аниме. А! Так это значит анимация, которой нет. Сейчас я просто сниму у себя, и все будет отлично. О! Вот я стою, такая типа креветка стоит. А потом пошуровала. Ну, вроде бы поздно. Не, ну хорошо. Да, мне тоже нравится. Ну да. Но мне больше нравится именно креветка в костюме морковки. Я считаю, что это вообще просто вин, где тут у меня недавно я все это надену. Да, да. Мне тоже нравится. Сверху этот густ так хорошо смотрится. Вы смотрите, еще эти ушки сзади. И хвост морковный. Ну, типа, он как хвост креветочный, только морковный. Он вот там вот сзади очень прикольно выглядит. И будто непонятно, что морковь. Ну, да, ну понятно, но там морковь с креветкой должно быть, кстати, неплохо. Неплохое сочетание. Господи, ты что говоришь такое? Ничего, все в порядке. В общем, ребят, все-таки я получился один скин, никого губа сегодня не будет. Но я надеюсь, что вам понравилась креветка. Вот у вас есть креветка обычная, креветка морковная и креветка еши. Поэтому выбирайте, какой скин вам понравился больше. Можете написать в комментариях. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok